Не только звезды достойны того, чтобы зарабатывать и получать лайки Кейли Дженнер История с этой звездой такова, что в прошлом году у нее родилась дочка И ее фотография, где малышка новорожденная обхватила ее палец рукой Собрала 18 миллионов лайков До сегодняшнего момента это был абсолютный рекорд Дальше там другие были фотографии, чуть меньше лайков Но все-таки яйцо на данный момент собрало Нет, миллиона, слава богу Уже больше 35 миллионов лайков Как объяснить этот феномен? Ну сейчас пытаются это делать Почему это тренд? Потому что это что-то невероятное Какие мысли приходят нам в голову? Вот это мы сегодня и будем выяснять Почему это интересно человеку, который действует в сфере массовой информации И в социальных сетях, а это сейчас неразрывно Если обратить на это внимание и использовать это То можно развить в том числе и свой личный бренд Почему я говорю это с уверенностью? Потому что основные блогеры мировые отреагировали тут же Выложили либо фотографии, либо свои реакции Кто-то написал статьи, кто-то сделал обзоры Доходит до того, что кулинарные блогеры немедленно выдают список блюд из яиц А доктора пишут о том, что яйца полезны или вредны То есть яйца в тренде Как мы к этому можем относиться? Мы можем считать, что это абсолютная глупость и абсурд Правильно? Ну что это? Как это? С другой стороны, мне кажется, что если мы хотим развития личного бренда И понимания того вообще, что происходит и как этим управлять То нам нужно, по крайней мере, в этом разобраться, насколько это возможно А еще лучше это использовать Это инфоповод, как бы мы к нему не относились Мы можем его проигнорировать Вот как я это сделала, еще ничего в инстаграме не выставила с яйцом И, наверное, уже не успею, потому что надо делать это быстро А я занималась другими делами Либо мы можем на это отреагировать с учетом того, чем мы заняты в жизни И того, как нам это может помочь в развитии Кто считает, что это абсолютная глупость вообще вот вся эта история с яйцом? 35, уже 41 миллион, вот у нас свежая информация Как он это сделал? Что произошло с этими 41 миллион людей? Что с ними произошло? Его идея, смотрите, вот его идея такая А почему только из клана Кардашьян может заработать 18 миллионов лайков? Почему нельзя побить этот рекорд? Он бросает какой клич? Давайте вместе побьем мировой рекорд Абсолютно верно, это интрига И это еще одна часть И насколько этот человек, никому неизвестный пока Сумел из этой интриги создать то, что он дальше сможет использовать Вопрос, как он сможет использовать Либо это разовое, либо это начало какой-то акции Какого-то, возможно, бренда, который он будет развивать, правильно? Он дает интервью, причем только через электронную почту Отвечает на вопрос, что это курица Это страница курицы, которая живет в английской деревеньке И это яйцо имеет тоже имя Это яйцо снесла эта курица Опять-таки, вроде бы абсурд Но мы понимаем, что этот человек не так-то и глуп Вот согласитесь, может это дурачок сделать И тут я согласна, как бы это ни произошло Но мы не можем отрицать факта, что он использовал то, что мы не можем использовать Потому что, согласитесь, вы можете сделать очень красивую фотографию Записать прекрасный блог Сняться в чудесной телевизионной программе Но это еще не означает сейчас, сейчас в нашем мире Это еще не означает, что сразу вау вы проснули знаменитым Почему? Потому что огромное количество информации загружается и имеет возможность попасть Но не доходит до каждого конкретного человека Вот поэтому и выходит, что тот человек, который создал что-то, используя какие-то свои ходы Он является стартом или помощью, или помехой, может быть, для кого-то Кто какую-то маленькую часть себя где-то развивает? Стоит ли это использовать или нет? Следующий вопрос То есть вот вы чем-то заняты Вы делаете, например, какую-то программу Вот такое произошло Вы смотрите в интернете, что это тренд Об этом пишут все Вам нужно это использовать или нет? Конечно, потому что есть еще понятие актуальности И сейчас это очень быстро проходит Сегодня эта информация актуальна Завтра уже никто не вспомнит Вопрос в том, что мы сделали за тот период, когда это актуально Почему у телевидения проблемы сейчас? Потому что сложно быть актуальными Для того, чтобы создать программу, нужно собрать команду Которая будет собирать информацию, снимать, монтировать, выдавать в эфир Там будут узгоджения, проверки разнообразные Это ответственность и так далее А актуальность это когда сейчас случилось Сегодня ты сделал, завтра все забыли Но у тебя остался какой-то результат Пример такого Ну это хайп называется Тоже можно по-разному к этому относиться Но существует в реальности Пример такого хайпа Это российский блогер Соболев Если вы следите за ютубом Который был блогером таким же, как он и сейчас является Но в какой-то момент пришел на телевизионную программу Где была история девочки, уже не помню, как ее зовут Но на донышке И после этого, он сам об этом рассказывает Миллионы стали расти То есть я человек достаточно взрослый И когда я впервые поняла, что это происходит И это является реальностью Мне стало страшно и непонятно Потому что у нас есть огромное желание контролировать то, что происходит И кажется, что если мы контролируем Тогда мы можем этим как-то распоряжаться Но по сути контроль невозможен В этом смысле мне нравится идея замечательной, на мой взгляд, женщины Ирины Хакамады Которая проповедует фактически теорию мира как хаоса И говорит о том, что нам не стоит пытаться контролировать И даже загадывать наперед На год и на месяц Ну то есть мы можем хотеть чего-то, да Но быть уверенными в том, что это произойдет Сейчас фактически невозможно Вот правда, тот мир, в котором мы находимся сейчас Он как никогда подпадает под идею, что никто не знает, что будет завтра Ну вот никто И в нашей стране в том числе Поэтому здесь и сейчас Понимание трендов, актуальности, быстродействие Возможность осмыслить, насколько это вам необходима информацию Использовать ее А дальше, как говорят самураи Делай, что должен и будь, что будет Потому что я думаю, что этот человек, который рискнул яйцом, скажем так Он не был до конца уверен в том, что получится Но получилось Возможно, он сидит где-то там Ну явно не в английской деревеньке И офигевает от того, что произошло И не понимает, что делать дальше Но, с другой стороны, я соглашусь с вами Человеком, которому не нравится эта идея Что, скорее всего, это хорошо продуманный маркетинговый план Я тоже люблю теории заговора И когда у кого-то что-то резко и очень хорошо получилось Я предпочитаю объяснить от себя Что за этим стоят какие-то высшие силы Но ему явно помогли То есть, но не могло случиться Чтобы просто ему пришла эта идея в голову А ведь такое тоже может произойти Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok